Ставьте пятерочку, если слышите. Прошу прощения, сегодня без камеры, у меня здесь освещение хромает, поэтому вы бы меня только в сумерках наблюдали. Давайте еще пару минут. Пожалуйста, напишите мне в чат, из каких городов сегодня меня слушают. Сулак, Хасавюр, Талмата, Краснодар, Нальчик, Армавир, Курганов, Тернаус, Сактода. Как здорово. Новочеркасск, Сергей Данилов из Сергея Данилова. Звездилк, Ставрополь, Армавир, Новороссийск. Спасибо. Горячий ключ есть. Все здорово. У нас в Краснодарском крае прям особенно емко развивается компания. Так, дорогие слушатели, последний вопрос из вводных. Скажите, пожалуйста, есть те, кто первый раз? Поставьте единичку. Или все уже мои поклонники? Есть. Есть. Спасибо. Мужчин много сегодня. Спасибо. Хорошо. Тогда, знаете, дорогие новички, что в большей части моя презентация будет для вас, конечно, потому что я уже, вот вы знаете, оказывается, год назад я прочитала свой первый вебинар 3 октября. Судя по статистике, которую я сегодня увидела, и вы знаете, ну год, понимаете, это такой срок, и каждый раз все равно волнует. Ну давайте познакомимся быстренько. Я представлюсь и пойдем уже более предметно разговаривать. У нас сейчас в чате около 50 человек, и эта цифра растет. Это очень хорошо. Поэтому так, меня зовут Светлана Робски. Я партнер компании Essence из Ростова-на-Дону. Я интернет-маркетолог. Образование у меня политологическое. Я пришла в маркетинг в 2006 году, работала маркетологом, менеджером по рекламе, потом долгое время занималась оптовыми продажами, была региональным представителем в крупных международных компаниях. И какой-то опыт у меня, конечно, за плечами есть. Но так как я еще любительница такого эпистолярного жанра, я блогером стала в 2003 году, когда это слово для многих было еще ругательным, непонятным. Тогда еще понятие блогу-сфера вводилось. Тогда еще не было социальных сетей, где меняли чаты и форумы, и люди объединялись в какие-то группы. Вообще свойство человеческое, социальное – объединяться в какие-то группы. Вот мы с вами объединились в группе Essence. И точно так же люди хотят объединяться по каким-то интересам, по каким-то критериям, по каким-то взглядам. Мы с социальной сети тому прекрасный пример. Я последние два года, уже три, скоро будет, специализируюсь, сузила маркетологическую направленность на интернет-маркетинге. Интернет-маркетинг, он огромен. Поэтому мне больше по душе социал-медиа-маркетинг – это маркетинг в социальных сетях. Потому что социальные сети – это такое самое живое, динамичное явление в нашей жизни. Я сейчас буду говорить про Инстаграм, и почему именно Инстаграм сейчас рулит. Меня не видно, я уже объясняла для тех, кто вовремя пришел. У меня тут освещение не очень, и вы бы меня видели тоже не очень, поэтому сегодня селяли. Продолжаем разговор. Я специализируюсь на СММ. СММ – это для многих слово новое, но я рада, что в нашей компании есть много людей, много партнеров, которые хотят развиваться в социальных сетях, хотят быть интересными, хотят развивать свой профессионализм. Мы говорим о профессионализме каком? О том, чтобы люди будут идти к вам, потому что вы им нравитесь, и они хотят быть частью вашей команды. Это главная задача личного бренда в MLM-бизнесе. Не спам, рассылка, сообщения, писем счастья и так далее. Мы говорим о том, что люди будут и хотеть идти к вам. Я сейчас работаю над тем, чтобы мои читатели шли ко мне, хотели идти ко мне в команду. Я точно так же пропагандирую всем своим коллегам по бизнесу то же самое, потому что сетевой бизнес сложный, потому что в нашей стране он имеет подоплеку негативную, плохо регулируется законодательно, к сожалению, поэтому очень много возникает различных хайпов. Кто знает это слово, это таких пирамид, которые людей обманывают. И поэтому стереотипы очень сильны в нашем обществе и в социальных сетях тоже. Очень много негатива можно получать. Я получаю очень мало негатива, честно, но, наверное, потому что я никому не спамлю, как минимум. Но так или иначе, я сталкиваюсь с тем, что, конечно, очень много противоречий. Но если вы хотите, если ваши амбиции позволяют вам серьезно заниматься бизнесом не только на земле, но и в интернете, если вы действительно этого хотите, не важно, сколько вам лет, не важно, где вы живете, не важно, какого вы там вероисповедания, политических убеждений, это будет совсем не важно, потому что тот формат, который вы будете транслировать своей аудитории, должен быть как минимум вне религии, вне политики, потому что бизнес – это бизнес, друзья. На своих личных аккаунтах вы, пожалуйста, занимайтесь, чем вам нравится, обсуждайте со своими читателями какие-то насущные социальные проблемы, но в своем бизнес-аккаунте я, например, не исповедую никакие, не пропагандирую свои какие-то увлечения, политические, гражданские позиции не высказываю и так далее, солидарности ни с кем не выражаю, потому что это бизнес-аккаунт. В нем нужно быть максимально корректным, максимально экологичным, а в личном можно уже там красного сладца пустить. Это мое вводное такое вам послание. Сейчас мы будем говорить про Инстаграм и личный бренд. И будем обсуждать, что такое личный бренд, потому что многим это непонятно. Ну, сейчас начнем. Итак, давайте про Инстаграм быстренько. Почему Инстаграм? Кто мой постоянный читатель, фолловер уже знает, что я регулярно проводила вебинары, записи есть у меня на YouTube-канале. Средний возраст пользователя в Инстаграм 22-35 лет. Вот я по своей статистике посмотрела, меня примерно такая аудитория и читает. Ну, может быть, 25-35 примерно. Это мои читатели. Возрастная категория. В среднем пользователи тратят в Инстаграм 21 минуту в день. Ну, и среднее число заходов по Инстаграм в свое мобильное приложение. Инстаграм в телефоне где-то 50 раз. То есть 50 раз в день. Активный пользователь Инстаграм заходит что-нибудь быстренько почитать, лайки поставить, глазом глянуть, понимаете? То есть ни в одну социальную сеть люди так часто не заходят. Это говорит о том, что люди хотят там быть. Инстаграм – это визуальная социальная сеть. У нее функционал очень мощный. Несмотря на то, что сначала кажется, что это не так, визуальная подача товара и себя продается на 56% лучше. Средний чек продажи товара или услуги в Инстаграм – 5-7 тысяч рублей, Вконтакте – тысячу-полторы. То есть во всех соцсетях можно работать. Делайте, работайте, где вам нравится. Ну, например, мои партнеры из моей команды. Кто-то предпочитает Facebook, кто-то Вконтакте, кто-то Одноклассники. Но мое такое условие – все-таки регистрируйтесь, у кого нет аккаунтов в Инстаграме и там начинать что-то делать, потому что сейчас это самый трендовый тренд. Если вы, например, ведете страничку в Инстаграме, хотите продвигать платную рекламу, делать и так далее, то конкуренция в Инстаграм 35 раз ниже, чем в Яндекс.Директе. Так, ребят, давайте в чате без активности, пожалуйста, все вопросы в конце, чтобы я не отвлекалась одним глазом на ваше сообщение. Конкуренция, как я уже сказала, в 35 раз ниже – это важно. Это влияет на цену, потому что если вы раскручиваете свой партнерский сайт «Эссенс», то денег туда нужно в Яндекс или Гугл Директ очень много, достаточно, потому что это все быстро съедается, здесь можно гораздо дешевле и качественнее продвинуться. Люди, которые совершают покупки в те же самые эмоциональные, да, например, парфюм наш – это эмоциональный продукт, и люди совершают покупки, рекомендуют их своим друзьям и знакомым. Тоже очень хорошо. Но важно понимать, Инстаграм – это реалити-шоу, это социальная сеть, которая работает как реалити-шоу. Люди туда не приходят покупать продукты, флаконы, им не нужно, чтобы вы изменили их жизнь, они приходят туда поглазеть, они приходят туда потуцеваться, посмотреть, как живут другие. Если вы мою мысль углавливаете, то личный бренд вы сможете свой построить только так, если вы готовы эту свою жизнь транслировать, потому что люди будут наблюдать за вами. Не все сразу к вам побегут, но многие будут принимать решение позже. И чем лучше вы покажете, чем успешнее вы себя покажете, чем лучше стороны вашего характера будут показаны там, и ваш бизнес будет приятен для людей, которые не имеют к этому никакого отношения или имеют к MLM бизнесу отношения, но работают в другой компании и смотрят на вас, тогда будет хороший результат. Если вы будете всем навязывать или негативить, типа вы работаете по найму, вы такие дураки, то у вас ничего не получится. Вы должны уважать свою аудиторию. Многие работают по найму, и не все еще такие просветленные, как мы с вами в этом чате, поэтому нужно уважать людей, абсолютно всех, кто к вам приходит, и не пытаться уничтожать никого, и просто показывать свой лайфстайл, жизненный стиль, успех. Если даже у вас нет еще чека, но вы можете транслировать просто свою жизнь, показывать, как вы встречу проводите и так далее. То есть Instagram решает какие задачи? Он показывает вашу индивидуальность, он позволяет вам сфокусироваться на контенте, на содержимое, которое интересно подписчикам. Вы через Instagram транслируете жизнь вашей компании, визуально повествуетесь, то, что делаете вы, то, что делает компания, в данном случае наша. Вы взаимодействуете с аудиторией через личные сообщения в директе и в комментариях под публикациями. Не игнорируйте комментарии, которые вам пишут. Люди хотят, чтобы вам отвечали. Если вы не будете отвечать на комментарии, ну не на такие какие-то спамерские комментарии, а на комментарии по делу, то это очень плохо. Вы должны взаимодействовать с аудиторией и не пропускать комментарии. Вы можете следить за теми, кто вам нравится, за какими-то блогерами, потом с ними взаимодействовать, чтобы они прорекламировали вас. То есть вы повышаете, понимаете, вы являетесь представителями компании. И по вам судят о компании. И если вы будете достаточно агрессивно себя вести, то о компании будут думать агрессивно. Пока что компания «Сенс» достаточно молодая, и имидж не успела негативный какой-то сформировать. И мы будем надеяться, что такого не произойдет. Если что-то будет, но это будет очень, знаете, не сильно скажется, потому что мы здесь для того, чтобы продвигать бренды, продвигать продукт, зарабатывать деньги, но при этом мы не должны портить имидж компанию. Именно поэтому я очень часто прошу не спамить, не писать публикации, уничижающих аудиторию. Люди не любят читать такое, когда им пишут «я умная, а ты нет». Здесь нужно показывать с позитивной точки зрения. И вы можете анонсировать, как я анонсирую в своем инстаграме вебинары, как компания анонсирует вебинары, анонсы выступлений лидеров, анонсы событий. Это все важно, потому что это все часть бизнеса. Это события компании, это мощный инструмент мотивации, особенно новичков, все должны там быть. И, следовательно, это не только информационный источник, вы еще даете мотивацию своим и другим людям, чужим. Я, например, подписана в инстаграм на людей из других сетевых компаний, людей не из сетевых компаний. Подписана только на тех, кто мне интересен. И я смотрю, как люди продвигают свои личные бренды, как они их создают, потому что основа личного бренда, собственно говоря, какая? Основа личного бренда – это вы. Вы являетесь продуктом себя. И личный бренд – это то, что делает вас продуктом, и потом монетизируемым. Вас будут хотеть везде. Чем популярнее вы будете становиться, вас будут приглашать другие компании, вас будут брать интервью, на вас будут ссылаться, у вас будет фан-группа и так далее. И вот сейчас, как это все дело сформировать, я вам расскажу за ближайшие 40 минут. И надеюсь, я буду вам полезной. Ну, вообще, личный брендинг – это понятие не так давно появилось. На самом-то деле, личный бренд, ему всего-навсего-то 20 лет. Если маркетинг появился в Штатах в послевоенное время, где-то в 50-х начались рекламные поползновения, появилась реклама, она стала коммерческой, появился маркетинг, то личный бренд появился всего-ничего 20 лет назад. И вот есть такой дядечка, Том Питерс, его считают основоположником личного бренда, он американец, и вот он говорит, что большие компании понимают важность бренда. Сегодня век индивидуального, ты должен быть брендом, чтобы быть в деле. Наша самая главная работа – это быть директором по маркетингу самого себя. То есть, если кто-то из вас был связан с рекламой какой-то, вы понимаете, что такое тот же маркетинг. Маркетинг – это презентация, где формирование рынка происходит через каналы и формулирует у целевой аудитории желание что-то купить. Продажи формируют убеждение, что это человеку надо. А брендинг – это влияние человека. И если раньше брендинг был прерогативой каких-то крупных корпораций, то есть как Кока-Кола, Макдональдс и так далее, то есть крупные корпорации, то сейчас определенная произошла революция. И вот если даже взять жизнь людей, раньше люди за всю свою жизнь максимум меняли две компании, лет 30 назад, скажем так. Сначала на одном производстве, потом на другом производстве. Сейчас за всю жизнь мы не менее 4, а то и 8 рабочих мест меняем. И тот же персональный брендинг, он важен для и служебного роста. Это такой эффективный инструмент развития карьеры. И этот инструмент помогает определить, кто вы такой, в чем ваша уникальность, особенности, чем вообще вы отличаетесь от других в общей массе. Вот если кто-то из вас собеседование проходил в своей жизни, я проходила много собеседований, когда 10 лет работала по найму. И я могу вам 100% сказать, что ваша индивидуальность и ваша уникальность отличают вас от той массы кандидатов на ту вакансию, на которую вы пришли. Это вот если мы берем работу по найму, да, или когда вы специалист одной компании, и вас хотят другую компанию, потому что знают, что вы профи, там крутой, у вас большая не только структура, а много последователей, которые за вами пойдут. Вот это интересно, да. Интересен не только ваш чек, допустим, а интересно, сколько людей еще за вами может идти, потому что личный бренд, он существует только для тех, кто готов рулить. Кто не готов рулить, вы не пытаетесь этим заниматься, не пытаетесь выстраивать бренд свой, это не получится. Это как быть лидером. В конце будут даны характеристики личностных качеств, они абсолютно те же, что у лидеров, только здесь есть определенная стратегия, да, и цели, и как вот мы планируем цели на месяц, на год, на квалификацию какую-то, также мы будем планировать цели на построение бренда, к чему мы идем, к чему мы хотим, там через два года, чтобы было. И с появлением интернета, да, получилось так, что люди приходят в сеть, создают какие-то странички, несут какую-то позицию, и они становятся популярными. Кто-то случайно, кто-то с концепцией, да. Мы с вами уже что-то об этом знаем, и я через слайд вам покажу еще, что можно на эту тему почитать, кому интересно. Ну а пока вот в офисе Краснодара у нас было мероприятие, я там рисовала на доске эту формулу, повторю ее. Формула личного бренда простая. Это ваш визуальный образ, плюс ваш профессионализм и экспертность, и получится личный бренд, да. То есть, что такое визуальный образ, как называется, по одежке встречают. В Инстаграм мы показываем себя с наилучшей стороны, поэтому я говорила в самом начале про то, что, ребята, не надо негативить, не надо переманивать. Например, если у вас одно политическое убеждение, там, например, вы любите Путина, не нужно писать об этом, понимаете. Если ваши читатели, есть много адекватных людей, но они не любят Путина, понимаете. Поэтому, или вы не любите Путина и захотели об этом написать, напишите где-то в другом месте. Обсудите там со своими читателями, с друзьями эту позицию. Потому что, ну, такой утрированный пример, но согласитесь, происходит в нашей жизни как какие-то информационные поводы каждый божий день. И трагедии случаются, и что-то хорошее случается, и выборы случаются, да, и мы не должны за счет политики, как политолог вам говорил, мы не должны пользоваться этими черными технологиями, за счет политики поднимать себе рейтинги, потому что это некорректно. Хороший человек, может быть, к вам в команду бы и пришел, но вы что-нибудь написали, он с вами не согласился именно на эту тему личную какую-то. И все, вы человека потеряли, а вы даже не знаете, что вы потеряли. Поэтому не будьте, я дальше расскажу про ярлыки. Итак, что почитать на тему личного бренда? Запишитесь себе. Есть несколько книг, но вот самые такие серьезные. Начинайте с книги, ну, это даже брошюра, я бы сказала, Игоря Манна, номер один. Называется, он там рассказывает, как стать номером один. Очень простое в понимании, там есть про личную эффективность, есть про тайм-менеджмент, есть про то, как Игорь Манн стал номером один в маркетинге в России. Ну, может быть, есть еще какие-то люди, которые стали бы номером один в маркетинге в России, но Игорь Манн был первый, кто так о себе сказал. Это вот к вопросу о том, что будет дальше. Есть еще более углубленная книга, она у меня есть. Это книга американского автора Хьюберта Рамперсада «Аутентичный персональный бренд» называется. Аутентичный – это подлинный, настоящий, аутентичный персональный бренд. Кто интересуется темой, купите, потому что я планирую сделать курс по личному бренду более серьезный, губленный, как у меня был по Инстаграму это весной, но, ребята, после квалификации на турцию будем это делать. Сейчас, после февраля. Сейчас будем работать над построением сети, прежде всего, так что извините, вы мне пишете часто, спрашиваете, я вот вам говорю, после февраля. Итак, почему важно бренд лично развивать? Так как я уже сказала, Инстаграм – это социальная сеть, реалити-шоу – это не рынок, где все перекрикивают друг друга. нужно понимать, люди приходят посмотреть, пообщаться, поэтому вам нужно выстраивать отношения человек-человек. То есть, если даже вы продаете продукт, человеку приятно покупать продукт у конкретного человека, которого он видит в этом Инстаграме, чем у какого-то, просто у какой-то картинки, которая рекламирует ему этот продукт, понимаете? То есть, человек должен знать, что эту страничку ведет не какой-то бот, а реальный человек, и тогда ему очень понравится покупать у вас. И он даже вас больше, скажем так, оценит как продавца, нежели как кого-то, кто находится ближе к нему или демпингует ценой. Вот ноги думают, сейчас поставлю цену подешевле, все набегут. Нет, надо просто быть классным чуваком, поэтому и все придут покупать цену, не по которой ты напишешь, если она хорошая, адекватная. Мы формируем доверие. Доверие – это важно. Люди должны видеть, что вы нормальный человек, порядочный, что вам можно доверять. И тогда ваш положительный образ начнет работать на вас. Ваш персонифицированный бизнес сложно украсть. Что это значит? Это значит, что вы, ваш бизнес ассоциируют с вашим лицом, с вашей личностью. Потому что ваше лицо – это то, что отличает вас от конкурентов. Невозможно украсть ваш бизнес, как-то увести его, если все знают, кто этим занимается. Потому что люди, кто-то там не хочет себя обезличивать, но личный бренд хочет построить. Так не получится. И опять же, очень важный момент, пожалуйста. Живой язык общения. Живой язык общения – это вы общаетесь со своими читателями. На вашем языке вы привыкли общаться в обычной жизни. Не надо делать следующее. Если вы увидели текстик про парфюм, и хотите написать про парфюм, если текст где-то хорошо написан, у меня, в моем, как это часто бывает, вы берете что? Вы берете, копируете себе там туда раз, добавили, и типа вы написали. Вы, может, думаете, что так легче всего, но на самом деле есть такая техника, называет это перепись текста под свой лад, под свой манер. И адаптируйте тексты, которые вы хотите донести всей аудитории под себя, про словами. Как вы это понимаете? Люди увидят, что в тексте живой век не робот, не тот, кто скопировал, ставил, а тот, кто на самом деле это написал, что эксперта это будет вас. Вы будете, может быть, вы не полностью стараетесь с теми, но вы будете в этом рубить хорошо. Это будет видно вашему читателю. И он скажет, что классный профессионал, я хочу у него там получить консультацию или хочу у него приобрести. И это из человека-брендов, людей, которых ассоциируются с бизнесами, можно привести следующих. Вот в России, если мы не берем, берем классический бизнес в России, вот в Америке, людей, которые создали себя сами, вот есть Артемий Лебедев, дизайнер известный в Сея Руси, Олег Тиньков и одноименный банк, Стив Джобс, Эппл и Дональд Трамп, человек, который стал президентом США, но до того, как он стал президентом США, он уже был человекобрендом, ходячим, он сам себе создал и написал очень много книг, кстати, по тематике личностной эффективности, кстати, рекомендую, есть очень неплохие у него труды. Но, что касается MLM бизнеса, вот следующий слайд, это люди, которые построили свой личный бренд, которых знают в интернете. Знаете ли вы этих людей? Напишите, кто на слайдах. Кто на слайде слева, кто посередине, кто справа. Если не знаете, значит вы сетевик недавно, это не страшно. Нестеренко слева, правильно, Артем Нестеренко. Матиевич по центру, Александр Матиевич, да. Кто знает человека справа? Елена, спасибо. Антон Агафонов, да, Ландус, спасибо тоже. Эти три человека сейчас, на данный момент, являются очень известными, широко известными в узких кругах, как они называются, известными сетевиками. Они уже давно тренера, у них, у одного даже своя MLM-компания. О чем это говорит? Вообще, из MLM-бизнеса вышло очень много психологов, лайф-коучей, каких-то писателей, кого только из сетевого бизнеса не вышло. Да, и у двоих из этих троих, слева которые, я училась, потому что, если я поставила себе задачу стать, если не сетевиков номер один, но, по крайней мере, широко известным в узких кругах в сфере бизнеса, то нужно брать лучше и лучше, да, учиться у всех, у кого возможно учиться, учиться у всех, кто может дать ключевую информацию без воды. И эти люди, каждый из них создал прям себя без каких-то сумасшедших обливаний, все были достаточно скромны в своих доходах, но смогли это все дело превратить в монетизируемый бизнес и сейчас занимаются и классическим бизнесом, и сетевым, вот как Артем, который показывает свой жизненный стиль, свои роскошные автомобили уже и так далее, люди, которые создали сами себя. Поэтому, если вы их не знаете, вы обязательно ознакомьтесь, потому что, если у вас есть цель постичь науку интернет-маркетинга хоть как-то так, хоть поверхностно, но по классике жанра они хорошо преподают по работе на земле, особенно Александр Матерьевич, я вам горячо рекомендую. Женщин, к сожалению, таких же популярных я не нашла. Я знаю несколько условно-известных сетевичек, если можно так выразиться, но я не нашла таких людей, которые, ну вот, этих женщин, которые прямо, знаете, на уровне этих мужчин. Ну, они есть около, но мне некого привести к вам в пример, потому что все-таки сетевой бизнес это мужской бизнес, но только в нашей стране это немножко с перекосом, во всех остальных это как бы там немножко более уравновешенно в плане гендера. Ну, поехали дальше. И вот, чтобы стать номером один. Я вам говорила уже про Игоря Мана. Как он стал номером один? Он казал, что он номер один. Вот здесь важно. И люди не стали ему придумывать что-то еще, они просто с этим согласились. Есть такая категоризация и навешивание ярлыков. Вот люди могут о вас подумать следующее. Ну, то есть, навесить на вас ярлыки, если вы не сделаете первые сами про себя, вы вас могут считать занудой, вас могут милашка, красавчик, босс, стерва, глупышка и гуру. Не все из этих критериев отвечают тому, что вы профессионал своего дела, скажем так. потому что если мы берем MLM бизнес в инстаграме сетевиков просто сотни тысяч только в российском сегменте и все ведут по-разному свои страницы. Из сетевых компаний очень много людей, которые пирарятся там по-разному и вот все эти критерии я встречаю ежедневно где-то в своей ленте, где-то в каких-то где-то кого-то нахожу, смотрю. И вот чтобы вам чтобы вас не считали например просто глупышкой например вы рекламируете продукты вся такая внезапная вы все-таки должны показывать экспертность. Именно поэтому и вы сами о себе должны какую-то позицию заявлять иначе на вас навесят вы не успеете оглянуться. Поэтому я сразу пришла в инстаграм и заявила о себе как эксперт потому что я эксперт в своей ниши но сетевой бизнес для меня был в новинку я его там только занимаюсь и могу сказать что я очень многому училась и всегда учусь поэтому я не заявляла что я эксперт по MLM если я не была экспертом по MLM но я делала ставку на SMM и не прогадала поэтому вы тоже понимаете прекрасно что достичь вашей цели в личном брендинге чтобы вас узнавали нужно нужно говорить о себе я этот я такой-то я занимаюсь тем-то я там разбираюсь в области чего-то если не сильно разбираетесь начните разбираться вы должны помимо святости MLM бизнеса нести какую-то еще жизненную позицию свою которая вашу миссию отражает вашу философию иначе это будет все бесполезно есть такая формула называется она SMART с английского языка что это значит значит если вы себе ставите цель создать личный бренд то ваша цель должна быть конкретной измеримой достижимой актуальной и иметь какой-то срок это тоже самое даже MLM бизнеса касается ну например измеримость что такое измеримость измерить можно числовыми какими-то данными ну например количество подписчиков но так как количество подписчиков так легко накручивается перекручивается это неизмеримая тема измеримая она в том смысле что если вы на сайт статистики загоните этот никнейм посмотрите насколько там все накручено перекручено тогда может быть это будет иметь смысл но измеримость она должна быть какой? Ваш рейтинг должен быть такой, что вы человек там комментируемый, вас хорошо лайкают, у вас подписчики там растут и так далее, но если измеримостью вы называете подписчиков неправильно, лучше измеримостью ставить количество заявок в первую линию в директ, ну или там в комментарии. Вот это будет измеримая величина. Тогда вы сможете отслеживать статистику, вы там сами себе будете записывать, ага, значит в октябре месяце столько людей, там в ноябре столько людей, потом пачками пойдут, это будет означать, что люди к вам хотят, ваша популярность растет, или они там заполняют анкету к вас, где-то там из инстаграма ссылочка ведет, и они там вы с ними связываетесь, это тоже входящие заявки, да, входящие заявки это измеримо. Опять же цель должна быть достижимой, например, стать миллионером к 2020 году, сейчас год 17, и к 20 вполне реально. Может реально будет и раньше, но чтобы это не было, знаете, через год первый миллион. Может и не получится в условиях конкуренции, в условиях каких-то факторов, потому что, например, есть у нас там таблица, которая рассчитывает бизнес, выход на доход, если вы хотите полмиллиона, да, ну или 700 тысяч в месяц, то там нужно проводить, типа как, 124 встречи в месяц. Готовы вы проводить 124? Вы, наверное, скажете нет, 124 встречи в месяц, это как-то много, поэтому нужно снизить планку, да, и следовательно, достижимость, да, и увеличиваем. Хотите миллион, ставьте тут тот срок, эту цель, к какому это может быть достижимо. Хотите и при этом, да, вот ваша популярность в Инстаграме, она должна быть к этому сроку такое-то, такое-то, да. В количестве подписчиков это может быть, неважно какой цифрой, там, 10, 100, тысяч, 500, это могут быть и боты, да, это не так, чтобы и очень хорошо на ваш рейтинг будет влиять. Главное, чтобы это были реальные люди, которые вам будете очень нравиться. И цель должна быть актуальной, то есть вы должны смотреть, насколько вы реально можете ее потянуть. У вас есть своя жизнь, у многих есть свои работы, основные еще пока, личная жизнь есть, какие-то увлечения, хобби. Сколько времени вы готовы вписывать в бизнес, в жизнь свою каждый день, сколько времени вы готовы вписывать бизнес в Инстаграм, потому что регулярность. Если вы каждый день ничего не публикуете, вас забудут. Неделю ничего не публикуете, а вас забудут еще быстрее, да. Поэтому нужна регулярность. Для каждой соцсети есть своя регулярность. В ВКонтакте можно публиковать по 4 раза в день. В Инстаграм больше 2 не надо в день публиковать, это будет уже как бы слишком, да, емче публикации нужно делать. Я в конце расскажу, кто досидит, как лучше визуально подавать свой контент. Если вам, конечно, интересно. Итак, принцип бренда, да, вы должны определить нишу свою, в которой вы работаете, ниша кроме MLM и что-то еще, какое-то еще вы должны давать, иначе MLM это будет кука-скука. Пока у вас нет большого чека, пока вы не миллионер, всем будет очень скучно, если вы только MLM бизнесом занимаетесь. Нужно и хобби транслировать, и семью свою показывать, и какие-то активности показывать. Для этого контент-план, мы о нем уже говорили на предыдущих вебинарах, слишком обширная тема, не могу все охватить за один час онлайн-школы, поэтому пардон. Личный бренд строится, я бы даже сказала, годами, да, то есть за этот год, который прошел у меня, когда я начала строить, год назад у меня была одна популярность, сегодня она другая, через год она будет третья, и вместе с ней меняюсь я сама. И здесь важно понимать, что ресурсы, которые помогают вам личный бренд строить, показывать себя в интернете, не надо сделать 100 сайтов, еще что-то, сделайте какие-то основные каналы, мне больше всего захватывает Instagram и YouTube. Все остальное захватывает поменьше, потому что распыляться на все соцсети довольно сложно, потому что аудитории разные. Поэтому, чтобы у вас все совпадало, вам нужно целостность своего личного бренда представить, а для этого ваши внутренние ресурсы личности нужно прокачивать, это называется, да, развивать. Про от слова создавать, то есть, знаете, как говорят, есть такое слово реактивность, реагировать на что-то, а есть слово проактивность. Проактивность это создавать активность, вот это вам нужно делать. И подтягивать все, быть самым строгим критиком к себе, потому что я к себе самый строгий критик, я смотрю и улучшаюсь, да, поэтому мы подтягиваем имидж здоровья и семейные отношения, если они есть или если их нет, какую-то работу, увлечение, дружба, то есть мы подтягиваем все ресурсы, даже те, которые мы не транслируем. Это важно для того, чтобы вы были целостной личностью со своими опорами. Это скажет вам любой психолог. Нянчить никто никого не будет, это бизнес здесь и занимается делом, и если вы не справились, это только ваша вина. И поэтому пробелы подтягиваем. Важный момент какой еще? Вы всем нравиться не будете. Это нормально, не переживайте. Всем нравится не будет. Чем популярнее будете становиться, тем больше каких-нибудь хейтеров, ненавистников по-русски будет у вас появляться. Главное не циклитесь на том, что вы кому-то сильно не нравитесь, потому что вы не можете на это повлиять, это вне вашей зоны влияния, влиять на других людей, именно на тех, кто вас не любит. Вы не можете им понравиться, если они уже вас не любят. Смиритесь с этим просто и не обращайте внимания. Если люди откровенно на ваших страницах вам хамят или ругаются, то просто молча блокируем и не ведем никакие длинные диалоги на тему, ах, наш бизнес такой хороший, вы не правы, вот если бы вы разобрались, не тратьте время, если вас троллят. И также точно, я прекрасно понимаю, если вы хотите всем нравиться, да, мы люди социальные, мы хотим нравиться большинству, возможно, это и получится. Но у меня тоже есть недоброжелатели, это никак не влияет на мой бизнес, на мою жизнь, на мое мироощущение, меня никак не расстраивает, поэтому вас тоже не должно это расстраивать. Всем нравится, всем, знаете, есть такая поговорка, она вот про червонит, но сейчас актуально, я не 100 долларов, чтобы всем нравиться. Вот запомните ее и обязательно, обязательно поговорить о себе, потому что люди очень многие, кто начинает, особенно женщины, они переживают, что вот они могут не пользоваться популярностью, вот потому что, чтобы пользоваться популярностью, нужно заниматься ресурсами, да, своими внутренними и пропагандировать эти ресурсы, говорить о том, что вот я занимаюсь тем-то, это классно, да, хочешь так же давай. И ожидание читателей, люди от вас чего-то ждут, что вы их научите, что, ну, в зависимости от того, как вы себя подаете, что вы им что-то дадите, что вы как-то, ну, то есть выражено оправдывать их ожидания, да, то есть здесь только зависит от того, как вы себя подаете. И, знаете, это нелегкий путь, как и любого, как и построение бизнеса, это сложно, это долго, это тернистая дорожка, не у всех получается и у меня есть тоже неудачи, но я иду, потому что я решение это приняла, поэтому если вы тоже приняли, то очень здорово, давайте идти вместе, мы на правильном пути. Итак, что еще я вам хочу рассказать? Очень много спрашивают про сам Инстаграм, про оформление, у меня был год назад самый первый вебинар по Инстаграму, он там взорвал просмотры, я там несколько коллег раскритиковала, как мне надо делать, кто-то обиделся, поэтому я больше не буду этим заниматься, только если в мою рубрику по разбору в Инстаграме, кто знает, попадают люди, но там у меня конкурс, мне попасть, и там я уже разбираю людей бесплатно по их желанию, если им нужно разбрать профиль, где показать что-то не так, этот человек по своей воле уже ко мне идет, то есть он готов не обижаться на меня, если я ему скажу так или вот так, поэтому давайте вот о чем поговорим, у нас осталось немного времени, давайте я вам дам некоторые советы по визуальному оформлению, потому что контент план это уже было, мы говорили о чем писать, есть даже темы, 96 тем, о чем, что публиковать в Инстаграм, 96 тем, вот вы представляете, вы даже, ну это публикация месяца на три, если каждый день подписать про что-то новое, то есть есть о чем писать, какого-то творческого кризиса быть не должно, если вы определитесь с самого начала, что вы будете писать, графики выхода и так далее, я в конце дам несколько сайтов, которые помогают облегчить жизнь Инстаграмщику через компьютер, да, давайте я вам покажу немного на своем, на своем профиле, как я это делаю, потому что я знаю, что очень прям просят постоянно, и так, вот мой аккаунт, слева это, что у меня в профиле сегодня написано, у меня в профиле что написано, оно регулярно меняется, потому что я тестирую какие-то новые штуки по оформлению своего же профиля, новые слова какие-то, где-то, что-то такое призывное, ну то есть я постоянно ищу, да, ищу, что можно улучшить в своем, на своей страничке. И вот эта часть скриншота моего Инстаграма, да, то есть если вы видите, вот у меня тут есть такие квадратики, есть единое какое-то оформление цветовое, это очень хорошо для восприятия, особенно если чужой человек вам заходит и видит, что у вас есть какие-то единый, единый стиль какой-то, очень много красивых аккаунтов бывает, люди прям с шаблоны публикации себе создают, шаблоны и картинки, а потом туда вставляют свои фотки, какие-то тексты, и иногда эти картиночки могут преобразовывать эти шаблоны какую-то одну картинку, хотя о разном написано, да, и разные здесь фотографии, но вот общее одно, да, это можно заказать у дизайнеров, сделать, там один раз заказали, и это все дешево, но это можно, да, какие-то видеоролики опубликую, там, в каком-то, в какой-то своей манере снимаю, то есть у меня контент-план там свой есть. Что касается публикации и оформления, простите, что касается оформления профиля, да, давайте посмотрим, ну, во-первых, имя, имя, фамилия, это лучшая отстройка от конкурентов, конечно, если у вас фамилия, там, типа Иванов, то вряд ли эта отстройка будет от конкурентов, поэтому придумайте себе имя плюс, ну, имя плюс компания тоже, знаете, не очень, мало ли там, Андрей Эссенс, ну и что, мало ли сколько Андреев у нас работает, то есть нужно род деятельности или псевдоним какой-то серьезный, да, ну, какой-то деловой, то есть с вашего логина вообще начинается путь вашего личного бренда, да, то, как вы называетесь. У меня вот Светоропский консалтинг, то есть у Светоропский у меня личный аккаунт, а консалтинг, это я там консультирую, потому что я позиционирую себя, конечно, как консультант по интернет-бизнесу, да, изначально так было. Дальше, аватарка, картиночка ваша, да, основная, по ней, по этой миниатюрке судят, когда видят вас, где-то две вы комментарии оставили, потом к вам зашли, это должно быть желательно профессиональное фото, всегда это портрет, ваше лицо должно там сиять, иначе непонятно, то есть никаких фотофлаконов, если вы говорите о личном бренде. Если у вас там интернет-магазинчик, вы себе придумали, но это отдельная тема, а если вы придумали, нет-нет, иногда публиковать про продукт, но все-таки рассказывать как человек, людям, формировать доверие человек к человек, то тогда, пожалуйста, четкая, без шума на заднем плане, без отвлекающих элементов, профессиональная фотография. Можно и селфи сделать, но это должно быть просто четко, ярко, может быть какая-то деталь контрастная, то есть это должно быть нормально, потренируйтесь, все можно методом навыка потренировать. Значит, я уже говорила, и вот за эти 10 минут, что у нас остались, расскажу более подробно для тех, кто недавно пришел или еще, может быть, не знаю все эти фишки. Значит, в Инстаграм есть два варианта поиска. Есть поиск по хэштегам, да, это ключевые слова, которые вы публикуете под своими постами там внизу, ну под текстом, да, там хэштеги. Ключевые, ну про тему, про которую вы публиковали, потому что люди по этим хэштегам ищут лайков, смотрят, подписываются, это работает. Может быть не так активно, но работает. Ну, по крайней мере, не таких хэштегов, где там типа как слово любовь, ну это миллиардный хэштег там, никто вас не найдет. А именно по essence можно, например, по MLM бизнесу можно, знакомиться с людьми так можно. И есть второй способ поиска, это по названию. И вот, например, если кто-то вводит essence на какой-нибудь человек, который ищет себе спонсоров. Он вводит essence, поэтому essence у вас должно быть либо вот здесь в названии, либо вот здесь. Вот это называется жирненьким выделено, это строка имя. Она в редакторе профиля, нажимаете редактировать профиль и там она есть. И туда, пожалуйста, запихните название компании, город, где вы находитесь, ну и можно что-нибудь еще туда. Можно через вот такие символы, да, чтобы разграничить, чтобы это было симпатично. Для чего это делается? Для того, чтобы если человек ищет essence Rostov, он найдет меня, еще там essence Rostov, кто занимается. Потому что если вы там, как вы о себе говорите, я на всю Россию, там Европа, вот сейчас всех охвачу, нет. Начинайте с тех, кто рядом. Сначала сколотите команду у вас рядом, а потом будете захватывать регионы. Потому что люди интуитивно ищут спонсоров себе рядом. И особенно новички, которые в бизнесе ничего не понимают. Они хотят, чтобы человек был рядом с ними, с ним встречаться, у него учиться. Они не хотят на скайпах сидеть, ну именно те, кто прям новенький-новенький. Только если вы им сильно нравитесь, они будут как бы по скайпу с вами работать из другого города, региона. Поэтому воткните туда сферу деятельности, там, коротко, и так далее. А вот здесь, то есть не пишите сюда имя, не дублируйте второй раз. Понимаете, вот многие делают ошибку. Здесь имя и вот тут имя. Зачем два раза его дублируете? Это же ключевая строка, здесь 30 символов. Нужно поместить очень много важной информации. Как минимум компанию и город. Или там республику, или регион. Ну хоть как-то. То, что ищут люди. Поисковый запрос какой-то. А дальше вы можете представляться и какую-то свою позицию через enter, через абзац делать. То есть, так как у меня по-английски написано, что I'm Света, потому что меня читают еще партнеры компании наши из Европы. Они не русскоговорящие. И чтобы они сразу заходили и смотрели. Ага. Потому что они вот по моему логину непонятно, как меня зовут. Они не знают, как отделить там Света от Робска. Они как бы не понимают. А здесь вот ага, Света. И потом мы когда в Бурно встречаемся в апреле, они уже говорят, а Света, привет, мы тебя помним. И я пишу, что я в интернете с 98 года. Правда горжусь тем, что я в 19 лет пользователь интернета из своих 32, потому что это круто. Я благодарю свою семью за интернет, который мне провели очень много лет назад. И пишу, что я блогер, пишу, что инстакоуч там, лидер. И вот здесь я поставила собачку и написала официальный аккаунт компании. Ну вот сразу, чтобы человеку было интересно, что там за компания. Сразу он, конечно, по ней не зайдет, она не кликабельная. Но он ее уведет и в поиски. И получит то, что надо. Потому что ну чего эсэнс писать? Человек не знает, что такое эсэнс, допустим. Сразу идет, ага, там продукты какие-то. Хорошо. Посмотрю, да. Ну здесь у меня какие-то эти. И вот в профиле инстаграма есть единственная ссылка. Единственная. И пожалуйста, не пишите в ней сайт эсэнс ворлд. Это будет просто глупо. У нас нет сейчас реферальной ссылки. Пока что компания нам еще ее не сделала. То есть реферальная это какая? Чтобы она сразу посылала, ссылка приводила на регистрацию, чтобы ваш номер спонсора был забит для новичка. Поняли, да? То есть такого еще нету. То, что вы туда сайт написали, это вообще не информативно для человека, который лучше, если будет, есть сейчас такие сервисы, прекрасный. Туда у меня там вот эта ссылка, она ведет на еще одну ссылку и в ней уже человек выбирает, куда переходить. И там мой YouTube канал, заполнить анкетку, сделать вот это, посмотреть видео, что-то еще. Да? То есть, а, там я на Facebook и в Одноклассниках еще где-то. То есть человек может перейти туда, куда ему надо, где я там есть. И со мной может там где-то пообщаться или посмотреть на меня там или зафрендить. Или на YouTube канал попасть. У многих есть YouTube канал. Не у многих, но есть YouTube канал. Эта ссылка должна вести на что-то информативное. Или на видео, где вы приглашаете в бизнес и рассказываете о нем своими словами. Где вы живой человек и рассказываете, вот, там на лендинг пейдж, где страничка, сайт одностраничный, где тоже есть промо-видео у вас, допустим, и мини-описание бизнеса, допустим. Вот это будет класс. А то, что вы сайт туда и сенс лепите, это вообще вот человеку не нужно. Если он захочет к вам зарегистрироваться, он напишет, скажет, куда зайти. И вы ему ухо по номер спонсора там уже свой и сайт. И он зайдет, зарегистрируется. Дальше есть такой лайфхак. Значит, как вот этот блок, он вообще коротенький, но я его расширила. Как сделать, как расширить этот блок? Здесь в редакторе профиля есть такие способы связи. Там город, индекс, что-то там такое. И вот, если вы в графу адрес вот это все добавите, то, что вы хотите добавить, это будет здорово и это будет много текста. Ну, допустим, что-то вы там еще хотите донести все аудитории. Там набираю команду, там ла-ла-ла, то есть что-то такое. Это можно сделать. Если у вас в редакторе профиля этих расширенных настроек нет, значит, у вас бизнес-профиль не подключен. Как подключить бизнес-профиль в Инстаграм? Нужно зайти в редактор профиля и нажать переключиться на профиль компании. И дальше ваш Инстаграм будет переводиться на Фейсбук. Если у вас странички на Фейсбук не нет, и нового вас там заведется, потому что бизнес-профиль в Инстаграм – это очень крутая вещь, очень можно отслеживать, сколько просмотров, какая аудитория, продвигать рекламку прямо вот в Инстаграме, делать тут же, никаких не надо танцев с бубном. Это очень удобно. Поэтому все обязательно переводитесь на бизнес-профиль с расширенной статистикой и функционалом. Это нужно обязательно сделать. Это важно, да, потому что вот здесь такие эти, я могу посмотреть статистику, сколько ко мне заходило. И еще один мощный инструмент продвижения в Инстаграм, многие игнорируют, рассказываю в последние минуты. Сториз, ребята, сториз, кто не знает, это короткие истории, 15-секундные видео или фото, которые мы публикуем в… вот здесь оно публикуется, где ваша аватарка, вот если оно активное, вы нажмете и увидите мою историю. Этих историй можно с десяток до 15 секунд друг за дружкой залить. И это что дает? Это дает отсутствие мощной конкуренции, потому что если в рекламе, в Инстаграм, в официальной конкуренции много сейчас среди MLM-индустрии появилось за последний год, то сториз мало конкурирует. Вы можете какие-то свои промо-посты делать специально вот под такой формат вытянутый, не квадратный, а прямоугольный. Можете давать какую-то информацию 15-секундную. Некоторые просто что-то снимают, то есть оно потом через сутки исчезает. Это исчезающий вид таких публикаций, но они очень классные. Например, если вот я сейчас проанонсировала вебинар за час 50 просмотров, за сутки порядка 300 просмотров, 400 будет. И у меня эта статистика открывается, и самое прикольное, я могу посмотреть, кто смотрел мою историю. Вообще абсолютно всех. Инстаграм мне покажет, кто-то мои подписчики, кто-то просто случайно забрел, зашел, я посмотрю, смотрю, кто меня вообще, ну там, фолловер, да, видит меня. Поэтому вот такие дела. И последнее, самое полезное, что я вам хочу сказать, запишите. Как я Инстаграмы свои веду с компьютера, большей частью. Для чего? Для того, что, потому что это удобно, правда. Я делаю макеты, закидываю их, рассказываю. Макеты я делаю, я не умею божественно пользоваться фотошопом, очень примитивно все умею делать, поэтому есть такой сайт Canva.com. Это англоязычный сайт, но он там по-русски есть. Там есть готовые шаблончики. Есть платные, есть бесплатные. Есть под Facebook специально с размерами, есть под YouTube какие-то обложки, есть под Instagram. Вы можете их адаптировать. Там буквально, знаете, как перетащил, логотип добавил, что-то закинул, фотографию, продукты залил, туда все. Вот буквально макет, конструктор. Очень просто, примитивно. На YouTube есть уроки, как пользоваться. Конвой, кто не знает, рекомендую. Очень классная штука. Все макеты я делаю там, потому что я же говорю, я не фотошопер. Второе. Отложенный постинг. О нем я сто раз говорила, все равно спрашивайте. Отложенный постинг. Это такой сервис, их куча, но этот самый крутой. smmplaner.com. Туда вы подгружаете все свои группы в соцсетях, где у вас есть. И вы из одного этого сервиса, а он там условно бесплатный, то есть 100 постов можно бесплатно за лайк там получить и потом еще там за минимальную плату что-то. То есть это практически бесплатный. Что это дает? Вы загрузили какой-то контент, ну там текст плюс фото, плюс хэштеги. И задали время и час публикации или день. Время, час, день. Потому что, например, если я публикую свой пост в Инстаграме в 8 утра, знайте наверняка, что я никогда своими руками его не делаю. Потому что никогда в 8 утра меня в Инстаграме не бывает. Но пост опубликуется. Это очень удобно, когда вы спите или уехали, или собираетесь уезжать и знаете, что вам нужно что-то опубликовать, потому что, ну опять же, активность должна быть. А вы потом на комментарии будете спокойненько отвечать. Я так за границу уезжала, делала, значит, какие-то предварительные там эти заготовки, закидывала, оно публиковалось, а я уже где был Wi-Fi за границей, там уже отвечала на комментарии, там и на сообщения. Это очень удобно, чтобы не терять активность. Статистика. Мощная штука, платная. LiveDune. Называется, кстати, это самый крутой сайт статистики в России. Их много, но это самый крутой. Я очень горжусь тем, что разработали краснодарские ребята его, мои земляки. И этот сайт позволяет прогонять свою статистику, позволяет прогонять статистику конкурентов, смотреть накрутки, были, не были, что, как, когда, смотреть аудиторию, искать блогеров под рекламу, если вы хотите с кем-то по бартеру поработать, например, потому что вы можете найти, но вы не знаете. Вот у него написано, допустим, вы хотите с ним прорекламироваться, и вы не знаете. 10 тысяч подписчиков вот у него висит, а вы не знаете, реально это вообще или нет. Я, конечно, на глаз уже определяю, реально или нет, но если вы не знаете наверняка, лучше не доверяйтесь, потому что накручивать это, знаете, копейки стоит. На рейтинг влияет плохо, поэтому вот на LiveDune там все вам покажут. Когда накрутили, сколько, чего, то есть потому что это не скрыть. Это не скрыть. И если вы увидели, что у человека много накруток, это значит, что, ну, собственно говоря, не стоит ему доверять. Лучше найти другого, почестнее, с меньшим количеством подписчиков, но с большей активностью. Своего региона, допустим. Да, если вы, ну, ищете каких-нибудь, вот в Дагестане у нас коллеги там звезд местных, да, там, просят прорекламировать продукт, да, то есть по этим звездам можно прогнать, посмотреть, у кого там реальная активность, а кто накрутил себе для видимости, понимаете. Везде можно все узнать про всех, это не секрет. В смартфоне спрашивали на днях про обработку. У меня Android, только Android, поэтому на Android самое вменяемое видеоприложение по обработке видео. Ну, вот записали, да, там, звук наложить, там, музычку, громкость музычки отрегулировать, чтобы не орало сразу, да, человек, который Инстаграм аж открывает, а у вас там ролик орущий, так тоже нельзя. Или что-то вырезать из видео, или смонтировать какой-то, ну, знаете, из фотографии вот этот вот веер. Это вот все видеошоу. Пока что более-менее нормально. Есть платная версия, есть бесплатная. Платная просто самая максимальная качество выдает. Что-то там 200 рублей один раз купили, все. А в iPhone iMovie очень шикарный инструмент приложения, рекомендую. Фотографии в чем обрабатываем? Обрабатываем фотки в VSCO. Есть такой, один из самых крутых, если не самый, фоторедактор. Он условно бесплатный. Платные в нем какие-то суперкрутые фильтры. Ну, есть смысл иногда их купить, потому что, ну, фильтры, знаете, есть такие фильтры, ну, просто как профи. Сфоткали на телефон, а выглядит как будто на зеркалку, понимаете, в крутом качестве. И снапсид. Вот это я рекомендую делать. Так, в записи вебинара, да. Андрей, вот вам специально на YouTube набираете светорописки. Это мой YouTube-канал. И туда я заливаю свои вебинары и всякие обучающие материалы. В Instagram меня найти светорописки, нижнее подчеркивание, консалтинг. Спасибо вам всем за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Надеюсь, я была сегодня вам максимально полезной. И в следующие разы мы будем с вами еще более углубленно разбирать, потому что я понимаю, уровень подготовки у всех разный. И, конечно, кто-то понимает, о чем я говорю, кто-то не знает, что такое хэштеги. Не страшно. Всему можно научиться, неважно, сколько вам лет. Главное, чтобы вы хотели сильно. Свои видео и фото, то есть своим именем хотя бы. А вот что касается ID, я могу сказать следующее. Я свой ID просто не могу транслировать, если бы даже сильно хотела. Потому что у меня жесткий фильтр на отбор в первую линию, во-первых. А во-вторых, ну, перебежчиков очень много. Я не могу, понимаете, потом карму себе портить. Поэтому я не могу. Ну, все транслируют свой ID, ну, транслируйте, ради бога. Группа поддержки, командные комментарии, как работают. Да, как работают. Одни лайкают, другие не лайкают, что-то, когда их полайкают. Вот ведь все группы поддержки, мне кажется, туфта. Самый мощный промоушен, это когда вы ведете вебинары, выступаете на событиях. И вот такой план. Потому что просто группа поддержки, это, блин, ну, одни делают, другие не делают. Пусть там всех нет, отследите. В конкурсе можно поучаствовать по разбору аккаунта. Буду публиковать ну, скоро. У меня конкурс такой, просто все там желающие оставляют заявки, а я по номерам потом присваиваю и делаю рандомный, то есть случайный выбор чисел. Их там трое, там четверо, пятеро. Единственное, со временем сейчас туго становится, поэтому вот разборы долго выходят. Но предыдущие разборы вы можете почитать, потому что я вам не обещаю, что я разборы всем нравятся в плане, знаете как, моего характера. Не все вы готовы на это идти. уровня моего, ну, в... А, вы про это такое, 17. Так, хорошо, хорошо, спасибо. Ой, спасибо большое за ваши добрые комментарии. Все, тогда мы прощаемся, дорогие, дорогие друзья. Хорошего вечера. Всего доброго. Пока-пока.